привет зритель так получилось что кошка шла хвостиком маркнула и случился таймлапс на завтрак я хочу давно попробовать вот это вот залить кефиром и может быть наполнник поем ну таймлапс я тоже выложу потом что а еще я хочу сказать что меня очень напрягают друзья которые не знают люди вообще которые не знают чем думать когда ты говоришь знаешь что у кого то там аллерг client asked аккаунт социально из принципа покупать это что-то страну человеку знаешь у человека будут аллергия допустим не аллергия на пальмовое масло и не к к твоей езжке мы второй раз покупаем орешки со сгущенкой детсоставе пальмовое масло даже на коробочке написано и нам и я говорю у меня как бы аллергия на это это я знаю вот зачем у меня второй день ч rendering как помимо аллергии на пальмовое масло всем своим врагам желаю таких людей я и даже сегодня ватсап написала что она еще раз мне принесет к чаю то на что у меня аллергия то я подсуну ей в кофе то на что аллергия у нее стояла на балконе там минус 7 очень сильно такое замерзшие нагустевшие сейчас я просто слегка перемешаю причем человек радуется и ржет вот в чем вообще логика я не понимаю может кто-то будет лопить что я тут негодую но от мой канал если вам не нравится что я негодую негодуйте в каментах на эту тему вот какой-то движ холодный кипюрчик в общем она у меня будет стоять я покрою крышечкой от некоторых животных которые любят жрать еду в миске у хозяина не в своей и может быть часа в четыре покушаю привет зритель грянула я действительно все как надо пишется не как вчера а то кошка бежала хвостиком махнула случился таймлапс у меня тут вчера я залила кефирчиком гранолу от бионова где-то от плюс минус 400 рублей за пакет можно на вайдберис найти артикул блок инфобокса от 100 до 150 рублей также можно найти на вайдберис ну когда какая скидка цикорий с женщинем тоже от бионова тоже артикул на вайдберис это специально для тех кого интересует цена вопроса чайная ложка у меня там чайник скипел у меня завтрак который вы увидите в пятницу а в четверг вы увидите то что увидите я думаю там фоном озвучу то что забыла вчера да озвучить озвучить в обзоре маслопресса своего первого мне на окне как вы видите бутылку с молоком по скидке магнит я покупала тут литр 700 изначально был за 120 рублей на 120 рублей без копейки 119 99 это это молоко мне она как-то больше нравится чем ярославская рыбинская теперешние у нас есть рыбный супчик и с и даже но мы тут шастая хотелось бы сказать как у себя дома на канал в принципе у меня дома так вот здесь у меня кефиром козем залито гранола я давно хотела попробовать ее именно с кефиром но так как я не могу есть силу разных обстоятельств жесткие продукты как бы может и могу есть но потом мне не очень будет хорошо то я решила его залить кефиром и оставить как бы на ночь а мне как-то в деревню привозили просто йогурт питьевой он был вот с добавлением как бы гранулы было так прикольно я решила что можно тоже сделать так выглядит оно наверное как месиво можете по поводу этого месиво высказать свое негодуя в комментарии прикольно но мне стояло в холодильнике я достала предварительно двумяшки глядные волосы у меня еще не высохли я спятала под шапочку думаю вроде как ничего сейчас умываюсь пенкой снимаю шапочку понимаю что волосы все таки нужно помыть а потом я попрусь в гости крови ценникам понесу телефоны которые все таки заказала вчера забрала сазон у меня резко встал вопрос еще на днях где у меня зимние осенние шапки теплые более теплые чем то в которой я сейчас скажу залезла и штабы я поняла что надо сначала все вытащить выделить отдельное время но у меня как обычно иногда это раз сезон бывает иногда это раз полгода типа вау о чем у меня вообще есть или вау фигеть у меня такая штука есть когда я педи училась у меня была одногруппница у которой такая же фигня была каждый сезон новая вещь то бишь какой на три месяца лежит допустим ну и год и каждый раз вау есть такая юбка так я же обычно сиропом цикория сироп цикорий топил на основном не то чтобы супер снег ну так припорошила слегка вот как если потом было едино траве так вот это тени наверно ну местами такой видимый но что-то такое не до снега его тоже можно на вайберис купить пределах 300 рублей тут 230 грамм и недостаточно двух ложек чайных в сутки глючеваста сказала я после того как поела прохладной гранулы но тут реально глючеваста у меня три фурмы в разных местах купленные одного сорта несколько наших яблок все те еще кабачки я просто заметила что блогали обернули но продукта продукт цветного продукт я как-то стало меньше есть меньшее количество раз в день меньшее количество само по себе поэтому кабачки все еще лежат особенно маленькие которые надо пожарить я вчера творила рыбный суп у меня просто была такая заготовка как бы зажарка вот хватит лазать тут сиди вот на мелочи и была рыбная консерва из селёдка консервированная доброфлот как-то я не знаю может селёдка консервированная сама по себе такая непонятная то ли все таки у доброфлот испортились консервы потому что уже вторая консерва какая-то странная по вкусу разных местах купленная притом и войти было из этого самого светофора и вообще есть нельзя было отдала кошки точнее кошка из тарелки из моей ела из своей миски жрать не стала присутствие и вот у меня сварен рыбный суп картофельный ну там перчик помидорчик еще он закончится я сварю суп из пакетика от бианола покажу как варю ну и поем соответственно с камерой ну у меня там есть неполный кабачок на балконе такая капустинка еще ну тут еще перцы какие-то остались помидорки помидорки в магазинке еще свинина на кости ну то что называется это траву или что-то такое я хочу на длинноварке это потушить ну а если без мяса то это можно и без длинноварки в обычной кастуре сделать пока все не ушло я сейчас смотрю аниме стесняшка оно мне попалось и случайно совершенно не пошло я сила сначала ну со второго раза первый раз я сидела 2 минуты 12 секунд меня прям выворачивала морально хотела узнать у товарища сможет он или нет выяснилось может и вот переселив 3 минуты первой серии ну вполне такое себе ничего там сразу параллельно аниме какие-то другие вспоминаются ну шаблон конечно такой конкретный но так как у меня с запоминанием название аниме тура крайне редко я их напоминаю эти названия то в пример ничего не могу привести именно по названию что-то мне кажется я больно седра вчера геранулы фига пнула смотрите я же с тобой в начале поздоровался я ведь это еще со вчерашнего дня начала записывать ну когда только засыпала ну думаю проблемы не больше я тут с тобой поздоровалась дважды я же тебе как бы здравия пожелала я потому что что-то у меня уже не лезет а я еще думала может там сыра косичкой слопать я вчера купила себе у меня аж там где-то была десертная штучка одна надо попробовать как-то ее достать у меня соевый сок новый у меня огонь закончился достать штучку с кошкой на коленях тут я вчера купила 6 штучек разного цвета макарунс что-то около 200 рублей что ли упаковка ну да он тропненький а ну где с арахисом где с миндалем я понимаю что можно делать с аной но макарунс по-моему как-то более геморно чем допустим просто печенье миндальное кстати все никак не сделаю мы же у меня есть миндаль который сейчас годится только на муку масло из него не подавишь пасту из него особо не сделаешь вот нормально ты тут своим косом уехаешь я второй день подавлю просыпаюсь 6 утра но вчера то мне надо было ждать звонка от товарищей которые помпу ставят на горячую воду они работают десяти хочешь не хочешь пришлось вставать момент когда я уже заспать начала сегодня я тоже встать проснулась и спать мне захотелось уже когда она была вставать а эта курица уселась на меня я на спине лежала она уселась так что не повернешься вроде поворачиваться ее жалко тревожить а на другой стороны вроде смотришь она не спит поворачиваешься и она думала ладно хрен с тобой лежит читала всякое с телефона свою тетрисообразную игрушку на телефоне играла это то что моя подруга забраковала к чаю хотя я сказала что к чаю не знаю что у меня аллергия на пальмах масла и на некоторые яички я говорю зефир я говорю какое нейтральное печенье а ходим в магазин я говорю вот эти штуки вкусные и она покупает то на что у меня аллергия с чего мне было уже плохо и пофиг дым я ей вчера написала если ты еще раз принесешь к чаю то от чего мне плохо я тебе в кофе добавлю молока а у нее на молоко интересная реакция в организмах и человек ржет я думаю а че такого ты ржешь ёпа красоты у меня ведь тоже терпение не резиновое я могу идти туда и невежливо послать учитывая что человек думает что если он в гости приходится бельяной с человеком то за этой обезьяной должны следить те кому привели это а не тот а не и она сама хотя я еще не знаю в каком мне там видео было завтраки а я на детей то жаловалась невоспитанных которые ноги на стол задирают что там у меня в комментах вот или не будет война миров а те кто не считает нужным что если родил ребенка то ему надо уделять время не только воспитанию вообще время мне конечно можно сказать что все дети пошли другие потому что по себе знаю я однажды сказала глядя на поющего актера который играл да и черт памяти мэйсона что ли в какой-то там санта-барбаре насколько помню этого мэйсона кто только не играл вот какой-то из этих мэйсонов пел вот он спевал по телеку я мелкая говорю маме о нерусь она мне сказала нельзя так говорить это плохо все я поняла с первого раза а тут говоришь она понимает но делает все равно я понимаю что это плохо но специально буду делать то есть осудно напакостит в чужом доме мне еще моя другая подружка сказала что сейчас какой-то типа у детей курт детей не думаешь что им все можно типа раз меня родили я ребенок значит я могу на ушах стоять в чужом доме хорошо если на ушах или побыть оптимистом и сказать что однажды одна девочка в своем доме открыла газ а потом человек что за ней ее бабушка допустим решил этот газ зажечь и все практически взлетела к чертовой матери на воздух и домика одного не стало а девочку вытолкнули за дверь со смыслом сургорел а бабушка уже не следила а делала с легким ожогом осознанно ребенок знаешь это как бы делать нельзя вы меня извините можете не извините не извинять но это что поколение растет поколение новых этих будущих сидельцев за решеткой что ли ну как бы это от родителей идет если бы родительницы занимались нормально потому что есть еще один пример мальчик вполне себе изначально мог бы быть адекватным стал молодым там этим наркоманом или кем он там стал до 18 лет я часто бывал в гостях у господов полицейских просто потому что маме было ну глубоко как-то пофиг а папа занимался своей другой семьей потому что там типа развод и как бы я не знаю чем они оба думали учитывая что первый ребенок этого папа вполне адекватный человек ладно зритель я поел на такой странной ноте я с тобой прощаюсь я надеюсь ты тоже поел если хочешь поддержать мой канал сделаю это скажу тебе спасибо тут где-то будут титры типа подержи летку если хочешь что-то сказать ты можешь что-то сказать но если ты грубо это скажешь я тебе уже лайк не поставлю но возможно скажу спасибо но это пока спасибо 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 спасибо